здравствуйте меня зовут федор васильев я вас приветствую в бонусном уроке и в этом уроке мы с вами поставим очень классный модуль обратного звонка в наше время в интернет магазинах это очень важный момент то есть чтобы клиент мог оставить заявку и чтобы вы ему перезвонили вот весь принцип обратного звонка для этого мы переходим в админку нашего сайта переходим расширение менеджер расширений вы переходите в папку с дополнительными материалами находитесь папку бонусы и вот этот мод call me back вы перетаскиваете к себе сюда и загрузить установить как обычно переходим расширение менеджер модулей он у меня наверху заходим внутрь заголовок можете поменять можете оставить заголовок мы все равно скроем состояние опубликовано позицию давайте выберем позицию например можем взять дебаг сейчас посмотрите где он отображается можно отобразить кнопку слева справа прилепленную к краю браузера и давайте рассмотрим настроечки email это тот email на который вам придет заявка что человек хочет чтобы ему перезвонили я пишу свой тестовый email тема мэла то есть в самом письме тема мэл как будет называться здесь для себя можете как-то обозначить мы сейчас все равно будем проверять и вы посмотрите если вы не понимаете где это будет отображаться использовать как и здесь у нас есть список кнопка кнопка справа простую форму давай сначала поставим простую форму имя кнопки обратный звонок здесь вы можете менять название на свое название формы заказать обратный звонок также текст можно менять и описание также можете поменять сообщение после отправки здесь или оставляет или меняется на свое имена полей имя поле имя телефон даже есть маска ввода то есть не просто поле для телефона а прям маска имя кнопки можете изменить именно кнопки самой имя кнопки после отправки и сообщение об ошибке и обязательно и поле обязательно поле то есть чтоб человек не пропустил какое-то поле, их там всего два и я думаю, что человек не пропустит дальше, привязка к пункту меню ну, в принципе, это делается на всех страницах, и все настройщик здесь больше нет, давайте смотреть нажимаем сохранить идем на сайт, обновляем страницу прокручиваем в самый низ и вот так вот выглядит данный модуль, он здесь растянут на всю ширину, это я вам просто показываю как он будет выглядеть, если он будет просто на странице, конечно же, здесь зависит от позиции модуля, в данной позиции модуля у нас растягивается он на всю ширину и вот, пожалуйста, есть поле имя и телефон, и вы видите, как только я кликаю туда мышкой, подставляется маска, да и кнопка отправить самый интересный вариант, на мой взгляд, это кнопка где-то сбоку, слева или справа на ваш выбор например, я делаю кнопку справа сохранить обновляем сайт и вы видите, вот здесь у нас появляется такая кнопочка если я прокручиваю сайт, кнопочка остается на месте тем самым она бросается в глаза и человек ее ни за что не пропустит то есть можно разместить ее как вы видели уже кнопка слева, кнопка снизу давайте попробуем кнопку снизу, слева сохранить обновляемся и вот она кнопочка здесь вы видите, если я на нее кликаю экран затемняется и всплывает вот такая вот очень красивая форма с текстом, который вы можете легко править есть крестик закрыть и давайте протестируем посмотрим самое главное приходит ли письмо имя пишу тест и телефон какой-нибудь набираю нажимаю отправить вот так вот выглядит после отправки данное окно спасибо, мы получили ваш запрос мы свяжемся с вами как можно скорее то есть видите, все как бы готово уже здесь нам стоит только выбрать где кнопки разместиться и все и можем закрыть и вот тут же приходит мне сообщение на электронный ящик что человек отправил запрос на обратный звонок вот вы видите здесь сообщение кликаем по нему здесь видно имя покупателя потенциального телефон и тут даже видно IP с какого IP человека отправил сайт и браузер но хотя браузера тут у меня не мазило не знаю почему так показано но главное у нас она работает и вот смотрите что будет если поля не будут заполнены например нажимаю отправить и вот так вот высвечивается красные поля обязательное поле все бы было идеально но к сожалению в данном модуле нельзя управлять цветами то есть например вот цветом кнопки цвет может очень сильно не подходить к вашему дизайну я могу вам быстренько показать как мы можем изменить цвет зайдя в код данного модуля и исправить цвет на свой правой кнопкой мыши можно кликнуть по этой кнопке я использую сейчас браузер Chrome здесь вам не видно но в контекстном меню в самом низу будет такая строчка просмотреть код кликаем по этой строчке и вот в этом окне прокручиваем ниже и вот здесь вот мы сразу даже видим зеленые квадратики бордер это рамка в один пиксель можем вот здесь вот галочку снять и увидеть отключается рамка и вот отключается цвет то есть нам нужно найти вот эти вот параметры и заменить цвет на свой чуть выше вот здесь показана строка если мы наводим мышь показан путь до этого файла давайте попробуем это исправить чтобы поменять цвет на свой вы можете воспользоваться либо онлайн пипеткой в Яндексе либо вы можете найти любую программу бесплатную у меня есть одна вот такая программочка вот маленькая я могу кликнуть вот в квадратик данной программы потом вводить мышь и взять какой-нибудь код цвета кликнуть по любому объекту и сразу вот здесь показан код цвета то есть нам нужно заменить цвет на свой например мы хотим сделать кнопку желтый то есть мы наводим цвет на желтый элемент сайта и у нас код цвета вот он копируем его и на всякий случай в текстном блокноте сохраним далее я опять просмотрю код цвета чтобы вспомнить где находится путь нам нужно зайти в модуль папочка assets папочка kss в данном модуле мы правой кнопкой мыши кликаем открыть открываем папочку assets папочку kss и вот он единственный здесь файл kss и перетягивайте просто в папку дальше нам нужно посмотреть строку в какой строке это находится находится это строке 272 этот файл call me back from точка kss правой кнопкой мыши по нему кликаем и открываем через notepad++ и вот здесь слева показаны строки мы прокручиваем до 272 строки вот данный код начинается и вот здесь вот сразу видно рамка border которую мы с вами видели и background это вот как раз наша кнопка теперь мы скопированный код цвета желтый копируем еще раз и вот аккуратненько удаляем между кавычками и решеткой вот этот вот код цвета и вставляем сюда свой и то же самое для заливки кнопки и аналогичным способом вы можете вот так же через браузер определять какой где цвет вам поменять на свой если в настройках модуля там плагина это этой возможности нет и теперь мы нажимаем вот здесь на иконочку такую сохранить теперь данный файл kss нам нужно закинуть к нам на хостинг открываем программу файл зила открыли программу и делаем соединение с нашим ftp аккаунтом далее заходим в папку publish.html крутим ниже находим папку modules открываем находим модуль call me back открываем потом папочку assets kss и просто перетягиваем наш измененный файл в это место нас спрашивают заменить перезаписать мы нажимаем ok все изменения вступили в силу давайте проверим обновляем страницу и вы видите наша кнопочка теперь стала желтого цвета вот так вот все просто у нас меняется соответственно для этой кнопки вы уже сможете изменить цвет сами на этом данный бонусный урок закончен и увидимся в следующем и все и Субтитры создавал DimaTorzok